Здравствуйте! С вами программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 5 ноября и в нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. Овн, не поддавайтесь на провокации, иначе попадете в беду. Король Яков I в 1605 году должен был открыть заседание английского парламента. Католики-заговорщики с целью прекратить протестантское правление в стране уговорили 25-летнего Гая Фокса заложить бочки с порохом в подвале палаты лордов и взорвать их во время заседания. Заговор сорвался, так как правительство получило анонимное письмо, и Фокс был арестован. Под пыткой он рассказал все, что знал, и в январе следующего года его казнили. Тельцы. Возможно, придется оберегать свою территорию от вторжения недоброжелателей. После вступления Турции в Первую мировую войну Великобритания 5 ноября 1914 года объявила об аннексии Кипра, которую Турция через 9 лет признала по Лозаннскому договору. В 1925 году Кипр получил статус английской колонии. Близнецы. Дома вас ждут родные и близкие. Порадуйте их своим присутствием. Георгий Димитров в 1945 году после 22-летней эмиграции возвратился в Болгарию. Через год он стал председателем Совета Министров, а затем генеральным секретарем ЦК БКП. Рахин. Произойдет приятное событие. В Ленинграде, в бывшем особняке Спиридонова, в 1965 году открыли дворец торжественной регистрации рождений – Малютка. За все время существования был накоплен огромный опыт работы и сложилась особая школа ведения праздничной церемонии регистрации рождений. Дворец Малютка стал методическим центром не только для отделов ЗАГС Санкт-Петербурга, но и для всей страны. Львы. Все, что вы задумали, исполнится. В разгар Великой депрессии в 1934 году Чарльз Деру показал представителям компании Parker Brothers проект игры «Монополия». Но проект был отклонен. Однако с помощью друга Чарльз изготовил и продал 5000 самодельных копий «Монополии» в универмаге Филадельфии. Через некоторое время он снова обратился к представителям Parker Brothers. «Монополия» вошла в историю. Уже в 1935 году она стала самой продаваемой игрой в Америке. Девы. Вашими трудами воспользуются в научных целях. В Москве в 1929 году открылся первый в СССР планетарий. В 1977 году в нем был установлен новый прибор – планетарий, изготовленный немецкой фирмой «Вьене», которую основал Карл Фридрих Цейс. Немецкий инженер и производитель оптики Цейс внес существенный вклад в изготовление линз. Его достижения в этой области используются по сей день. Весы. Появится быстрое и удобное средство передвижения. Киевский метрополитен поочередно в 1963, 65, 71 и 80 годах открыл 11 станций. Среди них были Политехнический институт, Гидропарк, Левобережная, Петровка и другие. Скорпионы. Творческий путь принесет вам успех. В 1913 году родилась английская актриса Вивьен Ли. Она была обладательницей двух премий «Оскар» за роли южноамериканских красавиц. Скарлетта Хара в фильме «Унесенные ветром» и Бланш Дебуа в кинокартине «Трамвай желания». Стрельцы. Вас ожидает вознаграждение. В Ленинградском кинотеатре «Титан» в 1934 году состоялась премьера фильма «Чапаев». Одним из его режиссеров был Георгий Васильев. На Международном московском кинофестивале в 1935 году создатели «Чапаева» получили первую премию. Козероги. Ваши предложения до сих пор на рассмотрение руководства. Пора о себе напомнить. Последнее чтение народного бюджета, который представил министр финансов Ллойд Джордж, был проведен в Палату и Общин Британского парламента после шестимесячных дебатов в 1909 году. Затем проект передали в Палату лордов. Водолей. Вам свойственны шутки и развлечения. Однако сегодня следует быть серьезней. Синклеру Юису в 1930 году позвонил корреспондент шведской газеты, чтобы сообщить, что он стал первым американцем, лауреатом Нобелевской премии по литературе. Писатель, решив, что это розыгрыш, начал передразнивать акцент звонившего. Рыбы. Предстоят деловые переговоры. Джо Эйн Лай, премьер-министр Китайской Народной Республики, в 1964 году прибыл в Москву навстречу глав коммунистических государств. Видный дипломат, он способствовал мирному сосуществованию с Западом, одновременно пытаясь не разорвать отношения с Советским Союзом. Знаете меру в шутках и курьезах? По словам русского поэта эпохи просвещения Гаврила Державина, умеренность есть лучший пир. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.